Привет! Давно не виделись. Я иду в наш новый дом, куда мы уже совсем скоро переедем, и там с вами немножко поболтаю. Почему давно не было новых видео, почему вообще всё так, и будет ещё лучше. Кто хочет шуточку? Пока я вновь начала снимать наши видосы, рассказала об этом вам, записала это на телефон, я очень легко и непринуждённо перепутала дома. Да, прикиньте, такое случается, со мной легко. Поднялась на свой этаж и опешила, испугалась, не нашла своей двери, квартира под нужным номером есть, а двери нету, ни с какой стороны. Спустилась и поняла, что да, перепутала дома, хоть этот соседний дом находится не критически близко от нашего, я бы, кажется, в здравом уме, в коем сейчас и нахожусь, никогда бы их не перепутала, потому что расстояние между ними большое. Нашим вам дальше пройти. Но заговорившись с вами, я заблудилась слегка. Вот сейчас позвоню Лёше, расскажу об этом уверенно, что он посмеётся и, наверное, будет немножко больше переживать опять за мои перемещения, потому что он знает, что у меня талант заблудиться, запутаться, перепутать, не понять и уехать абсолютно в противоположном направлении. И действительно, такое случалось не раз, и сейчас я вспоминаю это со смехом. Ну, в общем, прикольно. Прийти к себе домой и не найти долг. И сегодня я покажу вам один из моих любимых рецептов. Наверняка те, кто есть у меня в Инстаграме, неоднократно видели фотографии этого блюда. Ничего сложного, никаких непонятных технологий приготовления, как всё гениальное. Просто вкусно. Главное, уметь правильно смешивать. Паста, которую вы можете заменить на любые злаки или крупы. Потом идут помидоры черри, которые с лёгкостью заменяем на другие овощи. Руккола, которую, опять же, можно заменить на ваш любимый салат. Итак, берём салат. Высыпаем нашу пасту. Добавляем помидоры черри, оливковое масло. А вам остаётся всё только хорошенько перемешать. Добавляйте любую зелень, специи, всё, что угодно по вкусу. У меня сегодня крайне простой и минималистичный вариант. Если всё перемешать, то блюдо выглядит ещё более аппетитно. Ну что, пришло время поговорить о том, почему я не снимала все эти 5 месяцев. Мы вплотную занимались ремонтом, переездом. К тому же осень, зима определённая не то чтобы хандра, но просто отсутствие настроения и отсутствие света, что очень важно для видео и фотосъёмки, которые не давали мне того импульса, чтобы дальше вести свой блог. Хотя летом я очень вдохновилась этой идеей делать с удовольствием, с удовольствием монтировалась немало, вошла в этот процесс, но с наступлением осени что-то во мне подобломалось. Но теперь уже этот период закончен, уже зима. Можно сказать, подходит к концу, остался только февраль. В нашей жизни уже осуществился этот глобальный переход. Вот уже через пару дней мы окончательно переедем в наш новый дом. И это будет наша точка отсчёта во все дороги и во все стороны мира. Как бы это странно нам ещё не казалось, но это круто. Мы шли к этому действительно все эти годы, мы к этому пришли. И надеюсь, что дальше будет только лучше. И тут возник нюанс. Работа. Мне стоило бы найти работу по разным причинам. В первую очередь, потому что у меня появилось для этого время. Дети стабильно ходят в сад, и мне реально захотелось найти работу. Я стала её искать и столкнулась с довольно странным нюансом, что либо я как мама двоих детей, как человек, который 4 года, после окончания вуза находился в декретном отпуске, не очень интересно работодателям как специалист, либо та работа, которую мне предлагают, кажется мне скучной, ненужной, малооплачиваемой, либо занимающей много времени. И я поняла, что кроме меня никто не сделает для меня ту работу, которая мне подойдёт. Если я буду сама себе хозяином, то я смогу выстроить свой график так, чтобы быть вместе с моей работой, тогда, когда мне нужно будет, и вместе с моей семьёй полноценно, потому что это уже для меня константа. Это самое важное, что есть у меня моя семья. И если я подобно Лёше, который абсолютно в правильной позиции находится по этому вопросу, с утра до ночи буду пропадать на работе, то что? Что мы будем делать? Я действительно не вижу это для себя возможным, и не хочу этого. Не хочу для нас этого, потому что все мы от этого пострадаем. Поэтому я решила, да, вплотную заняться видеоблогингом для того, чтобы иметь то дело, которое приносит мне удовольствие, которое приносит мне доход, которое интересно и мне, и окружающим. И самое главное, что оно абсолютно созвучно с тем, что происходит вокруг меня, с моей семьёй, с моим темпом жизни. Оно не то чтобы у меня связывает руки, оно наоборот даёт мне много поводов и возможностей быть активнее. Сколько я не люблю все эти... Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Это звучит, да, довольно так, ну, пошленько как-то. Я буду благодарна вам, если вы посмотрите, если вам понравится, и если вы расскажете об этом своим друзьям. Потому что вы — это мой реальный шанс доказать, что работа мечты — это реальность, что мы можем своими руками сделать то, к чему стремимся. И может быть, кому-то это покажется инфантией, но однозначно не мне. Если вы думаете, что это несерьёзно, то вы не в теме. Вы ещё где-то там на 5 лет назад. Я надеюсь, что мой жизненный девиз, он оправдается. Невозможное — возможно. И так было всегда в моей жизни однозначно. Буду очень благодарна вам, если вы не просто поддержите меня, а будете со мной ещё долгое время. Всё, это видео закончилось. Чао!